То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин. Здравствуйте. Дмитрий Киселев в итоговых вестях, помимо всего, говорил о культуре. В частности, о том, что качество культуры определяет качество общественности. Как тут не вспомнить знаменитую речь Солженицына в Гарвардском университете? Уже скоро мы будем отмечать столетие Александра Исаевича. И вот в канун юбилея хочется обратиться к его мыслям о символе Запада – Америки, которую он очень хорошо знал. Ведь тогда и сам там жил в вынужденной эмиграции. Сказанное 40 лет назад оказалось пророчеством, поскольку звучит актуально, даже свежо и интеллектуально смело. Хочу заступиться за Александра Исаевича. Мне кажется, что сегодня его как светоча отечественной духовности и культуры явно недооценивают. Во-первых, хотелось бы побольше пафоса. Во-вторых, пророчество 40-летней давности – это еще ладно. Александр Исаевич уже как 45 лет стучится в вашу карму, а вы его не слышите. Вся система Агитпропа должна перестать оплачиваться из народных средств. У многочисленных работников Агитпропа это не может вызвать негодование или сопротивление. Новое положение освободит их от всяких обидных упреков возможной корысти. Оно впервые даст им возможность по-настоящему доказать свою идейную убежденность, свою искренность. И им должна быть только радостна эта двойная нагрузка. В будни, в дневное время принять на себя продуктивный труд для страны, производить реальные ценности. А по вечерам, по свободным дням и в отпуска посвятить свой досуг пропаганде, бескорыстно наслаждаясь истиной. Целую тысячу лет, если все получится, ты со мной останешься, временем закрутится все. Ненастье. Новый фильм Сергея Урсулюка. Итак, Ненастье. Сериал Сергея Урсулюка. Фильм про страшных афганцев, злобных афганцев, немыслимых афганцев, криминализированных и так далее. Мне не очень нравится название «Афганца». Мне больше по душе воин-интернационалист. У меня сегодня в гостях телезритель, полковник, воин-интернационалист Владимир Костюченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Кино смотрите? Да. Как вам? Вы знаете, произвело впечатление, особенно начало, очень грамотный режиссер, и сразу вернуло меня в прошлое. Владимир Костюченко, первый заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, воин-интернационалист, полковник. Надо вернуться в прошлое, чтобы понять настоящее и получить намек на будущее. Зато вы сейчас про развал Союза. Да. Особенно грамотно сделал режиссер, когда спускалось знамя Советского союза в Кремле, поднимался флаг Российской Федерации, стоят афганцы. Я помню этот момент очень хорошо. Движение наше начиналось. И слова героя этого фильма. Говорит, нет теперь твоей страны немец. Ну кто? Вандит. За кого? А ты за кого? Я за родину. За милочом. Я присягу дала. Вот и все, немец. Нет больше твоей страны. Не, вообще, он говорит, ты вообще за кого, немец? И немец говорит, а я за родину. Вот. Да нету сейчас ни страны, нету сейчас ни присяги, которые ты давал. Да и ордена наши ушли в историю все вместе с красными знаменами. И я вспоминаю, в тот период, это был 93-й год, когда пошли партии, и афганская партия была так организована, так и создана, с названием «За родину». Это вот было то наше движение, где мы пытались войти в политику, но, к сожалению, у нас не хватало ни опыта, ни средств, и, в общем-то, затерли. Хотя идея потом была востребована, идеей воспользовались уже другие люди, и в парламенте появилась родина, но уже другая родина, без афганцев. Владимир Евгеньевич, о какой политике вы вообще говорите? В фильме отморожены на оба полушария молодые люди, которые не снимают камуфляж, простите, и тельник ни днем, ни ночью, как в униформе, ходят и всех крушат. Ну, это не совсем так. Вот опять-таки, очень грамотно подмечено Русляком, режиссером, где он, вот этот герой, сказал подтекстно, что мы принимаем условия такие, какие нам приготовила страна. Нету власти, закрываются заводы и фабрики, вся страна превратилась в большой рынок, и мы понимаем, что государство – это не те, кто по ящику регулярно выступает, а государство – это мы. Лидеры появлялись не в плане, скажем, кто генерал, кто адмирал. Вот строит Клинцевич, подполковник молодой, в строю стоят генералы, и он говорит им, запомните, вы сейчас все рядовые солдаты, сегодня другое время. Это не там, где командуете просировать. Лидеры у нас появляются те, которые показали себя. Вот в Оренбурге, там лидер был сержант, вот там был, видишь, старшина, вот там был замком взвода, те, которые могли подтянуть. Другое время. Ну, то есть, более жесткие, более беспринципные, более циничные. Более беспринципные, не по званию там, не по каким-то там должностям, а выбирались по силам. Ну, пожалуйста, из того руководящего состава, который был в 90-х годах, до сегодняшнего времени кто-то дожил? Ну, конечно, есть кто дожил, а в регионах многие ребята полегли. То есть, мы не думали, что попадем на другую войну после афганских событий, где не видно врага, не видно душманов. Владимир Евгеньевич, ну, что мы кокетничаем тут? Мы прекрасно понимаем, что намеренно вошли в эту войну, что намеренно отвоевывали пространство. Конечно, конечно. Были наиболее сплоченные боевые единицы, потому что никто не комплексовал, когда нужно было стрелять. И местные бандюганы все вздрагивали. И по большому-то счету движение афганцев сейчас, оно, конечно, менее криминализировано. Но то, что это абсолютно четкая, понятная боевая единица. Конечно. Конечно. Тем более было понятие такой совести и чести у нас. То, что не было в других группировках, потому что страна была вся забита на группировки. Организованные, преступные, но по разным принципам люди собирались. Одни пограбить собирались. Другие, я знаю, группировка, которая собиралась по принципу уничтожать коррупционеров-чиновников. Начиная с правоохранительной системы, судей, тех, которые нельзя было добиться в правовом... Робин-гуды. Да, Робин-гуды. В правовом порядке нельзя было добиться. А сегодня понимание совести и чести вообще присутствует в 21 веке? Конечно, присутствует. Те люди, которые получили вот ту закалку... Я, например, знаю один эпизод, когда командир группы, который в Кандагаре на караванах брал караваны с оружием, с наркотиками. И впоследствии стал возглавлять одну из силовых структур. И они взяли уже в наше время большую партию наркотиков. Взяли большого героина. И к нему, когда подошли с одной стороны определенные люди, скажем, коррумпированные направленности, чиновники, положили на стол дипломат с миллионом долларов и говорят, отдай. И служи дальше. Он говорит, нет, не отдам. Положили второй, не отдам. Подкинули там, организовали провокацию с тремя или с пятью тысячами рублями. И отсидел в тюрьме парень, имея там, скажем, больного ребенка, домик на курьих ножках. Но совестью своей торговать не стал. Скажите мне, пожалуйста, по фильму сейчас. Давайте к фильму вернемся. Вас не удивил тот момент, что в первых сериях они между собой даже общаются. Я ни разу не услышал обращение. Братишка, Шурави. В основном текст идет. Твои гориллы, твои бойцы. Они между собой так говорят. Я вам скажу так, что... То есть, там братство декларируется. А братства как такового нет. Там был момент, когда, по-моему, сотрудник или чиновник, когда делал фальшивые паспорта, он говорит, ты афганец, поэтому я тебе и делаю. Так не стал бы связываться. И такие моменты были. Вы знаете, когда, я помню, прибыл в Москву и попал в тяжелейшее положение. Когда мог вернуться к месту призыва, всегда вернуться. А для Москвы и Ленинграда были закрыты пути. Должны были жить обязательно родители. Я начал скитаться там. Я ордена носит. Стал скитаться по центральным паспортным столам. Меня никто не прописывал. И тут я прихожу в рядовой отдел паспортного стола, в отделении милиции, ко второй жене брата, где никакого шанса было мне прописаться в Москве. Захожу и в паспортный стол встречаю товарища, своего друга, с кем мы вместе воевали, с кем мы вместе ходили на караваны. И он по ранению, его списали с оперской работой, он был в группе «Кобальт». Стал начальником паспортного стола. Мы обнялись с ним. И он сказал, брат, какие чиновники? Да пошли они, куда тебе надо? И тут же оформил. Вот, пожалуйста, это тот элемент, где делали фальшивые паспорта афганцу. И тот момент, где человек фактически, как бы братишка, пошел на нарушение закона. 30 лет после «Афгана» прошло. Да. У нас одни общественные организации. Во власть вас не пускают. Не пускают они это. Там все криминализировано, там все давным-давно срослось. Ваши бывшие сторонники, братишки там тоже присутствуют в каком-то роде. Вас не пускают во власть, как вам кажется? Потому что боятся? Или потому что вы там абсолютно со своими вот этими, как они говорят, побрякушками не нужны? Это лишняя память, и не стоит ее будоражить. Ну, я считаю, что да. Я считаю, что, конечно, люди, которые прошли войну, люди, которые имеют честь и совесть, они иногда не востребованы. Почему? Я вспоминаю, что мы на войне презирали. Мы презирали трусость. Мы презирали нездоровый карьеризм, когда идут по трупам. Мы презирали подлость и восторгались мужеством и героизмом. На моей памяти много погибло людей, достаточно много, которые могли прикрыться даже приказом и остаться живыми. Но они спасали своих друзей. И вот те люди, которые пришли бы во власть, они бы никогда совестью не торговали бы. Никогда. И поэтому, как мне сказал один товарищ, я говорю, слушай, ты же ведь заслуженный человек, орденоносец, ты же боевой офицер. Почему ты вот с такими людьми-то общаешься? А ты знаешь, говорит, наши награды зачастую не приветствуются. Презираются даже теми людьми, которые живут в богатых особняках. И у них другие взгляды на жизнь. Спасибо за разговор. Спасибо за то, что пришли. Я не буду вас, наверное, разочаровывать заранее. Не буду рассказывать, чем закончится кино. Мне очень интересно. И про главный политический посыл режиссера тоже не буду рассказывать. Потому что, если будет интересно, потом прочитайте роман и сравните впечатления от романа и от фильма. Итак, сериал «Урсулюка. Не Настя» на телеканале «Россия». С большим уважением к Сергею Владимировичу констатирую. «Не Настя» – это талантливая манипуляция. Это, по сути, катарсис или катарсис политической телевизионной пропаганды в России. Это лучший фильм Сергея Урсулюка о том, как замечательно нам всем живется во времена правления Владимира Владимировича Путина. Эта история началась два года назад. Тогда же Сергей Владимирович рассказал мне о своем своеобразном отношении к политической цензуре в своем творчестве. Работая на телевидении сегодня, вы принимаете правила этой игры. А меня эти правила просто не касаются. То есть цензуры нет как таковой? А, наверное, она есть. Мы говорим обо мне или о цензуре на телевидении? Мы говорим о творчестве на телевидении. Нет, стоп. Мы говорим обо мне. Я не знаю. У нас у каждого свое творчество. Вы вне рамок, вы урсуляк. Как это я вне? Нет, это ерунда. Это ерунда. Вы урсуляк. Да перестаньте. Вы свои ставите. Вот у меня вот есть задача. Вот, ребята, вот я вот так вот сделал. Нет, так тоже не бывает. И тоже ко мне не вяжитесь. Нет. Кошунич не вяжитесь. Я все равно существую в диалоге. Но этот диалог не идеологичный. Понимаете? Другой разговор. Когда я вижу политические программы на телевидении, я понимаю, что, конечно же, там существуют рамки. Конечно, там существуют те, кого зовут, те, кого не зовут. Да, конечно, есть темы, которых лучше касаться, а лучше не касаться. Тогда же Сергей Владимирович рассказал о своих планах экранизировать роман Алексея Иванова «Ненастья». Чем только упрочил мое к нему уважение. Роман Иванова сам по себе очень жесткий, а порой жестокий. Только название его «Ненастья» уже приговор всем власть придержащим в нашей стране. Приговор Горбачеву, приговор Ельцину, приговор Путину. Автор романа четко определяет временные сроки своей истории. Все началось в пятницу, 14 ноября 2008 года. Все закончилось через шесть дней, 20 ноября 2008 года. Роман заканчивается ощущением полнейшей безнадеги и тоски, с очень слабой, почти неуловимой надеждой на лучшее будущее. Как такое снимать и показывать на федеральном канале? Сергей Урсуляк решил эту проблему. Это невероятно, но режиссерская история «Ненастья» начинается 25 декабря 1999 года. Продолжается искомых шесть дней и гениально заканчивается 31 декабря 1999 года. Я хочу попросить у вас прощения. Я укажу. Конец фильма, конец «Ненастью». 1 января 2000-го мы проснулись в другой стране, с другим лидером, который по определению, кроме счастья, нам дать ничего не может. Зачем что-то придумывать, когда авторскую историю романа можно детально воспроизвести, только начнется она и закончится на 9 лет раньше. Все то же самое, только без Путина. Повторюсь, это гениально, это очень красиво, это очень цинично, это только начало, не «Настя» в отечественном кинематографе. Прошедшая неделя не обошлась и без позитива, если подумать. На выходных случились праздники. День советской милиции и день российской полиции. Розовые лица, револьвер, желт. Моя милиция меня бережет. Мои гости с искренним удовольствием представляю. Это Валерий Петрович Баранов, генерал-полковник, бывший первый замглавкома внутренних войск МВД России. Здравствуйте, Валерий Петрович. Спасибо. И Юрий Геннадьевич Крауза, журналист, телеведущий, сценарист. Сколько лет вы были главным редактором «Человека закон»? 20 с лишним, по-моему. Да, 20 лет, да. Лауреат двух премий МВД СССР за 85-90-е годы. Здравствуйте, Юрий Геннадьевич. Здравствуйте. Юрий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, мне, вашу бытность работы в «Человека закон» какое самое страшное преступление у вас было за 20 с лишним лет? Ну, вообще, я вам должен сказать, вот сейчас в это невозможно поверить, что, например, в той же Москве можно гулять было всю ночь, не задумываясь о своей безопасности. И я считаю, вот в этом тоже был вклад и в милиции нашли. И вообще другая была обстановка совершенно. Юрий Геннадьевич Краузе, журналист, телеведущий, сценарист. В течение 20 лет возглавлял программу «Человек и закон». Дважды удостаивался премией МВД СССР в 1985 году и в 1990 году. Что там тогда было, вот БХЦС? Вот нажимали больше на такие преступления, ну, кражи. Ну, вот типа эти вот «Чикатилы» – это, конечно, были супер такие события, невероятные происшествия. Ну, а терроризм, вообще говоря, знать, можно сказать, не знали. Так ведь было в другое время совершенно. Ну, вот вы правильно сказали, что можно гулять. И иностранцы, приезжая в Москву и вообще в Советский Союз, говорили, они сразу отмечали вот ту обстановку, которая была невероятна. Для них было невероятно. Это в каких годах? Это, я говорю, 70-е. Да, вот последние будут советской власти, грубо говоря. В 70-х годах спокойно гулять. Абсолютно, абсолютно. Вы все врете. Да, зачем? Внимание на экран, покажите нам, пожалуйста. Ну что у вас? Инкассаторы забрали карту. Спускаемся. Пошли. Здравия желаю. Группа сопровождения. Группа сопровождения. Ау! ВЫСТРЕЛ Первый канал федеральный, 2016 год, сериал «Шакал». Москва, 1972 год. Но в игровом кино можно придумать что угодно. Я вот по этому поводу вам могу сказать следующее. У нас на сегодняшний день наши киностудии выпускают фильмы про нашу милицию такие, что и появляется молодежь. Вы помните, был фильм «Убить мента». Нет. Был. К счастью, не помню. Значит, в результате это было в начале 2000-х годов. Где-то, по-моему, 2003 год. Вот так вот на это. Валерий Петрович Баранов, генерал-полковник в отставке, первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России в 2002-2008 годах. Действительный член Академии военных наук. Профессор. Результат. Два брата-близнеца, начитавшись, насмотревшись вот этих фильмов, уходят с воинской части в Солнечногорске, убивают и милиционера по дороге, захватывают машину, убивают семью. Ведь вы посмотрите эти фильмы, которые про милицию, которые сегодня выпускаются. Если вы помните, раньше у нас были везде консультанты и в милицейских фильмах. Юрий Геннадьевич, у вас были консультанты? Ну, мы абсолютно в тесном контакте работали с пресс-службами МВД, например. В 70-е годы ни один милиционер не стоял на посту с оружием. Мы ни разу не видели у милиционера, чтобы у него был автомат. Я вот могу сказать, участковый приходил, в кабуре был пирожок, который ему давала жена. Или бутерброд на это. Мы не видели с оружием милиционера в эти годы. Вот была обстановка, и все доверяли. И впервые, впервые, милиционер с автоматом где-то в конце 80-х, где-то с 87-го года, правильно я говорю, появился, и это было дикостью для населения вначале. А как вам кажется, зачем такие сериалы сегодня снимают? Только деньги, я считаю. Чем страшнее думать, тем люди будут кидаться смотреть их. Но люди же не идиоты, они же помнятся. Я хотел бы сказать, что здесь не только деньги, на мой взгляд, а здесь идет обработка населения. Да, 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 и обработка тоже, да. Вы рядовой обыватель, как и я. Сколько раз вы сталкиваетесь с милиционером в течение своей работы, в течение суток, месяца, года и так далее? У меня друзья в милиции, я часто сталкиваюсь. Ну, это другой вопрос, я просто говорю, по каким-то вопросам сталкиваетесь с полицией сегодня. Вот, сколько? Ну, раза два сталкивался. Раза два, в лучшем случае, в месяц или в год? Ну, если у вас остановит гаишник. Вот, если у вас какие-то возникли вопросы с партнавизовой службой. Я законопослушный, Валерий Курчук. Да, законопослушный. Совершенно очаровательный факт, извините, что перебиваю. За стеной продолжительный ремонт с дрелью таким, ну, то есть жить невозможно, тем более работать. Вызываем, просто жалуемся в милицию, ну, как-то у Тихомирки. Приходят два человека с автоматами. Можно себе это представить? По звонку, чтобы объяснили, что происходит. Ни труп там нигде не нашли, ничего. Два человека с автоматами пришли. А вот эти вот сериалы, которые крутятся сегодня по всем практически каналам, они же готовят население, и они своими сериалами говорят о том, что смотрите, какая у нас полиция. Смотрите, какой бардак. И у рядового... Но они не говорят так. Нет. Нет, Валерий Петрович, они так не говорят. Они говорят, смотрите, какие были менты тогда плохие. Нет. А сейчас они борются? Дело в том, что нашего рядового жителя, они ежедневно говорят ему, что они не защищают тебя. А зачем об этом знать гражданина российской федерации? Так мы, по-моему, это и сами знаем, без всяких сериалов. Извините, пожалуйста. Да, вы в возрасте. Спасибо. Вы имеете определенный опыт, знания. А что вот этому хлопчику с 14 лет, который насмотрелся вот этих фильмов, как у него повернется это сознание? Кем он станет, насмотревшись этих фильмов, в котором меньше 10 убийств нету? За серию. За серию. Юрий Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, «Человеке закон» рейтинговая была программа? Ну, это не то слово. Мы получали писем больше всех в стране, больше, чем газета «Правда». Нас смотрели невероятное количество людей. Ваши документальные сериалы на криминальную тему, скажем так? Еще более, может быть, даже я бы сказал, невероятно. Потому что они были первыми документальными сериалами. И, кстати говоря, вот там ничего из того негатива не было. Мы рассказывали как раз на примере, как борются наши правоохранительные органы, чего они добиваются. И там были не только милиция, и прокуратура, и ФСБ тогда еще, а ФСК. Абсолютно. Мы показывали именно это все. Как трудную ситуацию можно разрешить. Как найти человека, что бы то ни стало, который скрывается. Который какие-то ходы придумает, чтобы уберить себя, спрятаться. Как вот это было главное, вообще говоря, в нашей работе. Ну, а из фильмов, которые есть о милиции, что до сих пор вспоминаешь? Сержант милиции. Петровка, 38. Мне кажется, мы были на особицу. Это было наше какое-то ноу-хау. Милиция была у нас, и все. А стали полиции. Ну, чем лучше? Да ничем не лучше. Просто стали как все, как подарок нашим друзьям Запада сделали. В капиталистических странах везде полиция. Соответственно, у нас тоже полиция. Я не случайно спросил про рейтинг. Потому что сегодня криминальные новости тоже одни из самых рейтинговых. Предлагаю посмотреть музыкальную зарисовочку, которая собрала за энное количество времени. Ну, в общем, одна из самых рейтинговых музыкальных историй в нашем интернете. Главный комментарий этой истории. Смотрите, какие смешные менты. Над ними действительно можно смеяться сегодня? Нет, это вызывает слезы. А смеяться здесь невозможно. Ведь это правоохранительные органы, которые стоят на страже закона. И здесь видно, что и та сторона, и эта, по всей вероятности, они находятся в неадекватном состоянии. Ну, может, это низкую профессиональную подготовку просто и той, и другой стороны. Честно говоря, к этому как-то невозможно. Несерьезно отнести вообще просто. Ну, посмотрел, вернулся и забыл тут же. Так это показывают на федеральных каналах. Как отворачиваться-то? Выключай. Здесь кнопочка есть у телевизора. Повернул там, нажал, что надо. Да, это спасает. Ну, в общем, да, наверное. Вывод очевиден. Ну, только что была Керчь. До этого недавно, вот там, подмосковная школа там, да, была ведь не так давно, такие расстрелы. Это откуда-то пришло, оттуда из ящик пришло. Нет, ну, у нас пришло из ящика. Последняя наша прекрасная история – это изнасилование дознавателя в Уфе. Ну, я верю, что с удовольствием идет смакование уже деталей. Пришла с подругой, стали драться. Там чуть не за какого-то там кавалера. То есть уже пошли вот такие детали. Вот чем любит наслаждаться наш интернет, наш телевидник, к великому сожалению. Почему интернет? У нас, простите, по федеральным каналам показывали, кто к кому пришел, кто что сказал. Я думаю, что надо, чтобы следственные органы разобрались. И вот тогда уже, я думаю, и министр внутренних дел примет. Я знаю нынешнего министра очень хорошо. Я знаю, какие жесткие меры он по этому вопросу примет. Вот. Потому что это... Можно еще одно нам видео завести по поводу жестких мер? По городу главный милиционер Москвы передвигался на служебном автомобиле. При этом ни разу не попросил своего водителя включить проблесковые маячки. И, как и все, в час пик стоял в пробке. После этого машина Владимира Колокольцева остановилась возле станции метро. Он спустился в подземный переход и, к своему удивлению, обнаружил, что там ведется нелегальная торговля. Хотя несколько дней назад подчиненные заверили его, что с этой проблемой давно справились. Здравствуйте. А у вас есть здесь разрешение на торговлю? Как же вы здесь торгуете, если здесь у вас нет разрешения? Ну, хозяева разрешают. Сейчас я его наберу. Давайте набирать хозяева. Женщина набирает номер, но начальник не дает ей вставить даже слово. Юра, я собираюсь, но тут же уже. Ну, я думаю, он вряд ли, наверное, приедет, да? Или приезжает. Сказал, что едет. Юра обманул, не приехал. Впрочем, генерал и не ждал его. Ему сейчас важнее выяснить, где патрульные, куда смотрит участковый и вообще, почему ни одного милиционера вокруг. Владимир Колокольцев останавливает местную жительницу. Она точно не соврет. Ходит здесь каждый вечер и наверняка знает, как часто в этом месте торгуют контрафактом. Неделю здесь торгуют, это же, да? Ну, две. Две недели, да? И каждый день причем? Ну, конечно. Спасибо. Материал старенький, но очень показательный. А у нас для того, чтобы что-то работало где-то, нужно непосредственно участие главного? Нет, я считаю, что не обязательно. Но должна создаваться система. Так система создана. Но еще очень много надо работать для того, чтобы эта система в полной мере с самого верха и до самого не заработала. А кому доверяют больше, советской милиции или российской полиции? Да я не сомневаюсь совершенно, что милиции больше доверяли. А почему? А все-таки было уважение, как бы там ни было. А почему? Потому что они, действительно, порядок был на улицах. Ну, по крайней мере, милиция проникала вообще во все клеточки жизни. По крайней мере, я в свою жизнь не слышал ни одного предложения о взятке к себе. Скажем, скажем, вот давай мне столько-то там немножко на лапу положите, а я тебя там пропишу или что-нибудь сделаю для тебя хорошее. Так это что, люди другие? Время другое, власть другая. Время другое. Да и власть, конечно, конечно. Если мы должны считать о том, что изменилось время, изменилась сама структура нашего государства. Есть немножко, да. Да нет, ну что мы хотим вообще, говорят. Ну, посмотрите, вообще во все стороны. Экономику достаточно. Вот сегодня ходит по магазинам какой-то инспектор и говорит, вот знаете, здесь написано молоко, а на самом деле мы выявили, что там это не совсем это молоко. Это, думаете, сыр я держу в руках? Это не сыр, это так называемый сырный продукт. То есть, вообще говоря, ну, в любую точку можно ткнуться пальцем, вообще говоря, и обнаружить что-то не то. А почему мы требуем, чтобы была полиция идеальна? Когда, так сказать, воруют на всех этажах. Какое-то нехорошее у нас получается сообщество. Ну, естественно, мы надеемся, мечтаем, что она будет меняться. Правильно говорят. А вы посмотрите, мы дальше с вами этот, по этим фильмам не показали. Ведь смотрите, показывают полицию и показывают губернаторов. Почти в каждом фильме у губернатора собственная банда, с помощью которой он решает все вопросы у себя в этом. Ведь здесь идет... Зачем губернатору собственная банда, если у него есть своя собственная полиция? Товарищи, собственная полиция, она... Она не банда. Не в полном подчинении губернатору. То есть, она банда, но не совсем. Нет, извините. Она подчиняется своим ребятам из Москвы. Вы немножко иронизируете в этом вопросе. А что мне остается делать, Валерий Петрович? Дело в том, что полиция, она не является и не подчинена в полной мере губернатору, главе города и так далее. В фильмах идет вопрос подрыва вообще государственной власти в России. И показывается населению негативность вся. Ну, посмотрите, тот же бандитский Петербург и так далее и тому подобное. Ну, да, может, да, такие вещи были в начале... Но, извините, сегодня-то уже не начало 90-х годов, а сегодня уже 18-й год, конец 18-го года. А мы все крутим вот это вот и показываем, и ориентируем население. Потому что сегодняшнее лучше не показывать. Я хотел бы сказать, внести, так сказать, более позитивную строю в наш разговор и вспомнить замечательные 90-е годы. Вот, несмотря на невероятный излом, произошедший в нашей стране, переворот, жизнь вся перевернулась. И вот мы тогда продолжали делать свои, так сказать, детективные фильмы. И, естественно, работали мы с милицией. И вот, знаете, несмотря на то, что тогда целый ряд милиционеров ушло туда, в этот криминальный мир, были люди до конца преданной идее стоять за право. Вот у меня перед глазами сейчас, например, кадры. Я помню, вот в машине сидят два оперативника. Машина стоит в толпе во время похорон какого-то криминального авторитета. Им нужно засечь людей из этой банды, которые тут собрались хоронить своего лидера. И, понимаете, вот они так напряжены, они в таком ужасе сами. То есть они знают, что если их вот сейчас опознают, их убьют. Не было там ни секунды церемониться с ними. И вот такие люди шли. И вот такие люди были, продолжали работать, верили в лучшее. Они остались? Я уверен, что они остались. Есть. Вот это и есть главная наша надежда, что такие люди остались. Ну, значит, мы их поздравляем с праздником. Спасибо за разговор. Спасибо за то, что пришли. Это был телесоскоп Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся.